Футбольный клуб Тверь готовится провести заключительный матч в этом календарном году в рамках профессиональной футбольной лиги. В грядущий четверг, 12 ноября, подопечным Вадима Гараньна предстоит поездка в гости к лидеру турнирной таблицы группы 2 подмосковной команде Долгопрудной. Напомним, предыдущая встреча двух команд, которая прошла на минувших выходных в Твери, завершилась ничью 1-1. С каким настроем Тверской коллектив подходит к новому противостоянию, а также как оценивает первый круг чемпионата в материале нашей съемочной группы. Брендированный автобус Тверской команды заезжает на территорию стадиона имени Вакжанова. Из салона бодро выходят игроки и тренерский штаб, и практически сразу же, как по заказу, на хмуром ноябрьском небе появляется солнце. Кажется, даже природа хочет помочь Твери прервать, наконец, четырехматчевую серию без побед в профессиональной футбольной лиге. Впрочем, ни о каких упаднических настроениях в стане тверетян говорить точно не приходится. Да, два из 12 возможных очка за четыре тура – не тот результат, которым можно гордиться, признается наставник команды Вадим Гаранин. Однако рулевой Твери знает, как исправить ситуацию. Только через труд, только через работу. И опять-таки я могу, наверное, очень искренне говорить о том, что та поддержка, которая на стадионе сейчас у нас происходит, ради этого надо отдать все силы для того, чтобы радовать наших болельщиков. Тем не менее, даже несмотря на то, что последняя победа тверским коллективом в рамках ПФЛ была одержана 13 октября, первый круг Тверь завершила на достаточно высоком для созданного меньше года назад клуба в четвертом месте. Да и сухие цифры статистики тоже не могут не радовать. Команда на втором месте по забитым голам и имеет одну из лучших в лиге разницу забитых и пропущенных. Впрочем, Вадим Гаранин по традиции сдержан в оценках. Серьезная работа была проведена и результаты, которые были до последних четырех туров, показывают о том, что мы делаем, как мы делаем и зачем мы делаем. Стабильность признак мастерства немножко не хватило. Именно мастерства в тех моментах, когда мы могли забивать мячи и, возможно, сейчас у всех немножко другое настроение было бы. Что касается планов на вторую часть сезона, отметил Вадим Гаранин, то главное, чего хочет рулевой тверской команды от коллектива – больше агрессии в атаке и лучшей реализации создаваемых моментов. О турнирных задачах главный тренер говорит сдержанно, но амбициозно. Хотим быть на самом верху и радовать болельщиков. Примерно то же самое слышим и из уст одного из лидеров Твери – капитана команды Ильи Серикова. Мы потеряли очки в играх, которых не следует было терять. Мы могли бы сейчас находиться на первом месте. Нам только надо стремиться наверх и поэтому предложим, наверное, максимум усилий, чтобы забраться туда. Амбициозную задачу отвоевать первую строчку группы 2 профессиональной футбольной лиги Твери предстоит решать уже в следующем году. Отрыв от лидера на сегодня составляет 7 очков. И за одну оставшуюся в 2020-м игру прыгнуть на самый верх, понятное дело, не получится. Впрочем, существенно сократить отставание от лидирующего Долгопрудного возможность предоставится уже в этот четверг. Начало встречи намечено на 16.00. Игра пройдет без зрителей.